Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Халвинг, который произойдет с Лайткоин уже совсем скоро, также будет и у Биткоина, только принесет в сотню раз больше прибыли. Все будет намного круче, чем у Лайткоина. Досмотрите это видео до конца, потому что у меня сегодня очень много информации для вас. Итак, давайте начнем. Всего полгода назад Лайткоин стоил 30 долларов. Такая цена сохранялась достаточно долго, но уже сегодня он торгуется за 135 долларов. Ожидается, что Лайткоин продолжит также уверенно расти до предстоящего Халвинга. И теперь у меня возникает вопрос. А где же мы были 6 месяцев назад, когда Лайткоин стоил 30 долларов? Почему мы не покупали его? Мы же знали, что Халвинг не за горами и знали, что награда майнерам будет сокращена вдвое. Мы знали, что с исторической точки зрения это почти 100% гарантия того, что цена будет расти, но не покупали, потому что были психологически напуганы. Вероятно, мы ожидали, что дно будет еще ниже и пытались определить его точное время, при этом зная, что цена все равно будет расти, так как предложение сократится. И именно это сейчас происходит с Лайткоином, потому что каждый хочет получить его еще до того, как его инфляция сократится вдвое. И вот моя точка зрения по этому поводу. Да, Лайткоин сейчас горяч, его цена просто взрывается. Люди уверены, что он пойдет вверх после Халвинга, поэтому они покупают его прямо сейчас, и это приводит к росту курса. К слову, эти же люди также покупали Лайткоин еще в течение последних шести месяцев. И я хочу сказать, что то же самое произойдет и с Биткоином, когда он будет ближе к своему Халвингу. Но в случае с Биткоином, его цена покажет еще более грандиозно экспоненциальный рост. Так что давайте поговорим о том, почему цена Биткоина будет расти еще круче, чем у Лайткоина. На самом деле у этого есть три основные причины. Во-первых, Биткоин это уже торговая марка, это бренд. В наши дни практически все знают о Биткоине. Об Эфириуме знает еще несколько людей, об XRP только пара, а о Лайткоине на самом деле почти никто и не знает. Кроме того, многие люди, которые сейчас находятся в криптопространстве, не особо беспокоились монетой Лайткоин до этого хайпа с Халвингом. Во-вторых, это Биткоин является единственной криптовалютой, которая интересна институциональным учреждениям. Такие финансовые институты будут покупать или предлагать своим клиентам именно Биткоин, и это очевидно. В-третьих, Биткоин является самой децентрализованной криптовалютой и наиболее надежной монетой среди всех остальных децентрализованных криптовалют. С каждым днем все больше людей признают его средством накопления, и люди хотят в него инвестировать. Люди верят, что Биткоин будет сильнее и ценнее в ближайшие годы, поэтому они уверенно инвестируют в него. Но теперь давайте поговорим о цене. Когда через 341 день с Биткоином произойдет то же самое, что происходит с Лайткоином сегодня, как вы думаете, сколько будет он стоить перед самим Халвингом? Будет ли это 50 тысяч долларов, 60 или может быть даже 100 тысяч? Позвольте мне поделиться с вами своим мнением. Я думаю, что спустя 341 день сегодняшнего момента цена Биткоина, вероятно, будет ниже 20 тысяч долларов. И позвольте теперь объяснить почему. Если вы посмотрите на прошлые Халвинги, то вы можете заметить, что даже несмотря на то, что во время самих Халвингов цена была намного выше дна, ей все равно еще предстояло пробивать предыдущий исторический пик. Например, во время первого Халвинга цена Биткоина составляла 12-14 долларов, а предыдущий исторический хай находился на уровне около 30. Во время второго Халвинга Биткоин торговался за 600 с чем-то долларов, а крайний исторический хай был более 1100. В общем, ребята, я думаю, что Биткоин будет близок к отметке в 20 тысяч долларов в преддверии Халвинга. И так уж сложилось исторически, что после того, как Биткоин пробивает свой предыдущий рекордный максимум, рынок взрывается. Наверное, из-за синдрома Фома, упущенной выгоды. Позвольте мне показать вам, как перед первым Халвингом Биткоин был ниже своего крайнего исторического пика, но в конце концов он поднялся более чем на 4000%. Но что насчет следующего Халвинга? Биткоин превзошел свой крайне исторический пик и взорвался примерно на 1500%. Вот вам мой совет, ребята, не следуйте за овцами, ведите это стадо. Думаю, то, что мы видим сейчас с Лайткоином, так же случится и с Биткоином. Я думаю рискнуть и закупиться Биткоином за 2 месяца до его Халвинга, и тогда мы все увидим, прав я или нет. Снова настало время безумных экспериментов. Давайте закончим двумя интересными новостями. Одна из этих новостей очень сильно не нравится Уоррену Баффету, который когда-то называл Биткоин крысиным ядом. Осталось понять, кого он называл крысами. Банк в Лихтенштейне увеличил трафик на 900%, продавая криптовалюты. Один банк в Лихтенштейне действительно сделал виртуозный шаг и рискнул выйти на рынок криптовалют. Теперь банк предлагает криптовалюты непосредственно своим клиентам, а также предоставляет защиту от хакерских атак и прочих неприятностей. Чтобы безопасность была на еще более высоком уровне, этот банк под названием Банк Фрик хранит свои криптовалютные резервы на холодных кошельках. В связи с тем, что эти кошельки не имеют открытого доступа к интернет-соединению, это исключает потенциальную угрозу потерь от взлома. Кроме того, клиенты не будут обязаны иметь собственный криптовалютный кошелек и будут регулярно получать отчеты о своих криптовалютных активах от банка. Общая цель Банка Фрика попытаться сделать криптобанкинг таким же эффективным и легким, как и традиционные банковские операции. Еще одна новость, ребята. Биткоин обошел основанную Уорреном Баффетом компанию Бэкшайя Хэтэвэй по доходности. Цена акции этой компании выросла на 997 тысяч процентов с 1964 года. Внушительная цифра, но не такая большая, какую продемонстрировал биткоин за последние 10 лет. А это 720 миллионов процентов. 720 миллионов. Так что, очевидно, Уоррен Баффет один из самых умных трейдеров, поэтому если вы вложите свои деньги в его компанию, то, возможно, неплохо заработаете. Но не так много, как могли бы заработать на биткоине. Факты говорят сами за себя. А теперь, ребята, я бы хотел поблагодарить вас за безумную поддержку. Это график посещаемости Exchange Sumo, моего мониторинга обменников. У нас было около 600 постоянных клиентов в сутки, но, как вы видите, вчера эта цифра подскочила почти до полутора тысяч. Мою команду это очень сильно вдохновляет и мотивирует, а то что-то приуныли немного, да и я постоянно ухожу в минус. В любом случае, хочу сказать вам спасибо. Без вас этого всего не было бы. Ну и, конечно же, пользуйтесь Sumo, ссылка на него будет в описании. А мы будем продолжать улучшать свой сервис и искать для вас самые выгодные направления. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok